Союз? Пожалуйста. Объединение? Пожалуйста. Но только это люди должны решить, а не мы. Мы не отказываемся от одного тезиса. Если кто-то мне начинает говорить про объединение, то опять же с крыши. Давай валюту там общую. Мы не против общей валюты. Мы не против, но это должна быть общая валюта, а не валюта Центробанка России. Должен быть эмиссионный центр, созданный на равных условиях. Если вы приводите пример Евросоюза, хорошо, на принципах Евросоюза. Но чтобы условия были равны и подходы. Вы хотите налоговую, таможенную политику унифицировать? Согласен. Тоже сказал в прошлый раз. Но на лучших традициях, условиях и возьмем все лучшее. У белорусов лучше. Значит, берем у белорусов. У россиян лучше. Берем у россиян. Но не так. Мы большие, вы малые. Давайте делайте так, как у нас. Никаких тут межгосударственных и международных отношений нет. Все в частностях, все в личностях, все в том, что кому-то не нравится курс, который Беларусь проводит, даже не внешнеполитический. А ту экономику, которую мы строим, тот социальный уклад, который мы создаем, на принципах, прежде всего, справедливости. Вы, наверное, помните этот тезис. Я его 20 лишним лет проповедую. И, оказывается, он сегодня в России очень востребован. Поэтому все банально, все как было при Батька-1, Батька-2, Батька-3. Кому-то хочется понизить градус Беларуси, мягко говоря, в России. Вот и начинаются эти нападки. Как мы должны на это реагировать? Спокойно и целенаправленно. Мы должны защитить свой суверенитет и независимость. Мы не против россиян, не против поляков, литовцев. Мы хотим быть в союзе, в любом союзе. Но мы хотим жить в собственной квартире. У нас эта квартира есть. Наши соседи, какие бы они были, я часто говорю, их не выбирают. И мы готовы со всеми строить добрые, теплые, взаимовыгодные отношения. Как бы у нас не складывались отношения с Россией, мы никогда не позволим, чтобы у нас в Беларуси на этой святой земле плохо относились к россиянам. Не только к русским. И если кому-то там хочется столкнуть нас, не получится. Мы знаем, как на это реагировать. К счастью, уже не только первый, второй, третий канал России транслируется на всю Россию. Но есть и интернет. И мы, свою точку зрения, всегда доведем до русского человека, до россиянина вообще. Но, тем не менее, нам хотелось бы в этот вот, не скажу, что критический, острый момент отношений с россиянами, нет. Просто должен сказать, что там появились и не появились, а и бывшие руководители, которые давно работают. Они заняли определенную такую позицию, давление даже на собственного президента, президента Путина. Я думаю, это же не мальчик, это же не в политике не новичок. И по встречам с ним я вижу, что человек нацелен на то, чтобы мы ни в коем случае не разорвали отношения Беларуси и России. Это крайне невыгодно. Это будет ущербно для него, как политика. А для меня тем более, потому что мы всегда с вами проводили такой, можно сказать, даже пророссийский курс. Проповедуя многовекторную внешнюю политику, мы всегда Россию определяли не просто как нашего главного партнера, а как самое близкое, братское государство, где живут просто наши люди. Так и будет.